24 июля 1951 года. В центре Фокинского района Брянска полным ходом идет строительство Дворца культуры железнодорожников. Уже выложены стены, устроенные междуэтажные и чердачные перекрытия, закончена кровля. Строители приступили к отделочным работам. Коллектив третьего строительного участка Московской Киевской железной дороги обязался сдать дворец к 34 годовщине октября. Подведены итоги социалистического соревнования предприятий местной и кооперативной промышленности за второй квартал 1951 года. Победительницей в соревновании признана «Артель 30 лет октября», выполнившая план на 130%. Коллективу «Артели» присуждено переходящее красное знамя из полкома горсовета и бюро горкома ВКПБ. В колхозе серп и молот Суражского района широко развернулось соревнование «Жниц». В него включились колхозницы всех шести полеводческих бригад. В результате стахановского труда график косовицы хлебов в «Артели» перевыполнен в полтора раза. В колхозе достижения Карачевского района внедряют метод повышения урожайности картофеля путем чеканки. Первые пробы прошли годом ранее. Картофель был посажен на разных участках. На одном из них растениям не давали цвести. В результате с участка, на котором проводилась чеканка, собрали на 13 центнеров больше клубней. В сельцовской школе номер 4 Министерства трудовых резервов состоялся очередной выпуск молодых строителей. Подготовлено 109 каменщиков, плотников, столяров. Выпускники демонстрируют хорошие трудовые навыки, укладывая в смену по тысяче кирпичей вместо 746 по норме. Колхозы Навлинского района приступили к заготовке овощей. Первый на базу торг плода овощ, 108 килограммов огурцов, доставил колхоз имени Чапаева. На городском стадионе почебские футболисты спортивного общества «Буревестник» встретились со своими брянскими одноклубниками. Игра прошла в быстром темпе и закончилась со счетом 4-1 в пользу гостей. Субтитры создавал DimaTorzok